В музее спасенные художественные ценности было оживленно. Здесь собрались ценители изобразительного искусства. Выставка белорусского графика мастера книжной иллюстрации из Витебской области Валерия Слаука открыла уникальный двухдневный фестиваль печатной графики. В экспозиции 14 произведений разных лет. Первое знакомство Валерия Петровича с техникой эфорты сразу пришлось по душе художнику. Это любовь с первоприкосновения. Сегодня его шедевры узнают не только в Беларуси, но и за рубежом. Польша, Швеция, Англия, Дания. Я еще книжной графикой занимаюсь. И все у меня мечта может живописц, ну и работу написать, но никак руки не доходят. Казалось бы, сейчас-то уже вроде должно время больше быть, но я же там в академии преподаю. И хочется еще и творчески поработать, кроме преподавательской деятельности. Тем старше становится, тем меньше у тебя времени получается. Воочию убедиться в сказочности, неповторимости, фантастичности, гениальности работ – уникальная возможность для брещан. Валерию Петровичу удалось сохранить свой тайный личный мир. Произведения, представленные на выставке, свободные впечатления. Собственные изобретения и выдающегося художника, к творчеству которого могут прикоснуться все неравнодушные. Замечательный, редкий художник, который, кстати, непосредственно оригинальный, который сумел сохранить себя. Никаких не подвержен никакой конъюнктуре. Но он такой есть – уникальный, детский и непосредственный, ну и профессиональный. Художник с удивительно богатым воображением, фантазией и вместе с тем, как мне кажется, очень тонкий наблюдатель. Вот эта близость к народным корням, ощущение народной стихии, народного понимания искусства, в сочетании с высокой культурой, европейской культурой книги, и дает тот прекрасный результат, те работы, которые мы можем сейчас увидеть. Эта выставка исключительная, я считаю, для нашего города. На этом масштабное мероприятие не закончилось. Скорее наоборот, графические выставки в этом году были собраны воедино, что поспособствовало присвоению формата фестиваля. Каждая экспозиция – открытие, знакомство с новыми и неповторимыми произведениями. В подтверждении тому, выставка гравюры у пошуках в итогу, посвященная тысячелетию Бреста, экспозиция работ участников международного конкурса «Экслибрисы для детей и юношества». В Вернисаже 66 гравюр и порядка 60 экслибрисов. Организаторы рассказывают, география участников, работы которых представлены в выставочном зале, обширная, приняли участие юные художники графики из Бреста и Польши, Минска и Украины. Чем она интересна? Вообще, она проводится в год, тысячелетия Бреста, в год, когда Брест у нас является культурной столицей содружества. И началось все с идеи показать вот в этих «Экслибрисах», во-первых, историю Бреста, ну, во-вторых, конечно, какие-то творческие моменты в жизни художников, а в данный момент мы видим художников маленьких, то, как они воспринимают мир. Начинали мы с того, что четыре года назад у нас появилась идея собрать наших учеников, теперешних и бывших, и сделать графический проект, посвященный тысячелетию, покопаться в истории, попробовать вот где-то, ну, каким-то образом осветить историю, совсем давнюю, среднюю, ближнюю, теперешнюю. И мы начали работать. Работы красивые, работы все к тысячелетию, мне кажется, очень целенаправленные, очень все тематические. И поэтому вот получилось, что вот собирался наш айсберг такими маленькими кусочками. Финальный аккорд графического путешествия выставки мастеров эстампа. Из Эстонии признанного мастера современного «Экслибриса» Лембита Лыхмуса, из Украины создателя более 300 книжных знаков техники афорта и гравюры на дереве Константина Калиновича, из Греции художника книжного графика Яниса Кириакидиса, у которого на счету более чем 400 персональных и общих выставок в разных уголках мира. Все экслибрисы виртуозных художников предоставил известный коллекционер. Экспозиция составлена из коллекции нашего известного библиофила, коллекционера, Суденкова Олега Александровича, который живет в Минске. Вот у него очень богатая коллекция книг, свыше 4 тысяч. Ну и, конечно же, экслибрис тоже занимает почетное место в его коллекции. Сегодня графику называют искусством белого и черного. Это своеобразный эксклюзив, который требует размышлений. Организаторы отмечают. Для того, чтобы начать понимать графику, ее важно полюбить. А потому в планах сделать фестиваль традиционным мероприятием.